К теме спорта. В Мормонске популярны и развиваются далеко не только зимние виды спорта. Доказательство тому, например, успехи пловцов или атлетов, занимающихся единоборствами. Среди которых, к слову, есть и девушки. Олеся Кривенко продолжит. Тайский бокс – не самый очевидный вид спорта для девушки, но своим примером Юлия Шохина разрушает стереотипы. Будучи уже двукратной победительницей первенства мира по муай-тай, она стремится к новым титулам и регалиям. Я готовлюсь к чемпионату мира, который пройдет в Греции. Перед этим я поеду на сборы в Подмосковье в составе сборной России. Несмотря на активную спортивную карьеру, Юлия продолжает заочное обучение в Мончегорском спортивном колледже. Остается время и на хобби. Девушка занимается танцами, но, как и на ринге, с партнером. По итогам спортивного 2023 года Юлия была отмечена в номинации Герой спортивного заполярья. Все это – результат кропотливого труда. Каждый день в поте лица, с понедельника по субботу хожу в зал, тренируюсь. Возвращаются в Мурманск с золотыми медалями и совсем юные дарования. Андрея Андриенко уже можно назвать настоящей звездой спорта. Недавно на Всероссийском чемпионате по плаванию в Казани молодой человек смог завоевать три золотые медали и одну серебряную. Человек в нашей возрастной группе было около ста человек участников. Андрей завоевал на этих соревнованиях в Казани три золотых медали и одну серебряную медаль. Обращать внимание всех наших жителей Мурманской области, что действительно спорт в Мурманской области довольно-таки разнообразный. И несмотря на то, что у нас северный регион, у нас очень много представлено видов спорта, которые являются летними, олимпийскими. И у нас достаточное количество спортсменов, которые, повторюсь, достигли уже довольно-таки значимых спортивных результатов. Но заниматься спортом не обязательно ради золотых медалей и рекордов. Тренировки дисциплинируют, а главное – дают уверенность себе.